Встречаются команды Мордовия, Саран и Сибирь, Питвей, Засаак, Новосибирь Судья первой перегории с российской городом Новосибирь Первый вираж и первое падение и все мы видим, что на льду мотодрома Максим Корчимаха Это он как виновник из Астануфи заезда, не падение, а именно Астануфи заезда И вот мы видим, что Максим Корчимаха, Минирм Васильев и Гаврил Сульдов Что там с двигателем, с мотором включил, что у нас Капчимаха им надо сделать в Катоне А эти солдатики захотли, Минирм Васильев на Катоне Чемпион Аммира, Саран и Женомой команды России Выступают за команду Таранта Вот такой Получается у нас грамматичный залез И он уже занялся Далекий 1.5 Посмотрел, где там Макс Катимаха И последний шанс для Максов Макс Катимаха Макс Катимаха Уважаемые болельщики Вот так После падения Выйти на старт Что-то с двигателем случилось И все-таки Макс проявил спортивный Андрей Шишегов Мастер-код имиджона Рядом с ним Максим Макс Катимаха Максим Горобовский Старпит Пилеты Игорь Коваров, Макаров, Швишегов, два круга позови. Ситуация очень, очень, очень напряженно. Игорь Коваров, Макаров, Швишегов выходит на вторую позицию, но на первой позиции мы также видим его нападника по команде. Игорь Коваров, Макаров. Игорь Коваров идет отчаянной борьбой за два очка в этом завете для своей команды. Последний, восьмой вираж. Игорь Коваров. Вот так вы с вами видели, какая напряженная общая-то борьба была между Сергеем Макаровым, председатель команды «Подбашконе», статую номер семь, и Андреем Швишеговым из команды «Семья Дамака». Игорь Коваров. Первая дорожка Илья Дроздов. Игорь Коваров. Игорь Коваров. Игорь Коваров. Игорь Коваров. Игорь Коваров. Игорь Коваров. Мотоцикл Галашайкина по троку, словно дожидался своего наездника, но в этом заезде на второй позиции, как мы все видели, вы в том числе, Даниил Галашайкин, когда к нему, в общем-то, на близкое расстояние, на выходе из первого виража, вот только не могу вспомнить, и, по-моему, это будет ставить команды Новосибирска, вместо имени Розева, Романа Атименко. Ваше отчетное внимание на линии старта, который заедет от первого виража. Николай Красников, Дерин, снова принцепу, не имеет самую пущу борьбы, занял середочку на треке. Мы поздравляем теперь, наверное, команда АЭС в зачете, вот именно такую манеру, Кококот и Красников. Команда Башкотов там. Николай Красников чуть-чуть нужен в силу, для того, чтобы не искушать себя и, может быть, дать, надвиждать Дмитрию занятию, более приличную позицию на треке. В ближний раз, даже, все, Николай Красникова, конечно же, не занимать. Смотрите, не пропускают они крылья на лава, ни в Кокотюю, в сторону ни по внешней, ни по милостям, ни в кремную лаву. В этом году завершился этот драматичный третий заезд, победу в котором, вы сами видите, со счетом 5-1 одержали клубчики Башкири. Цикл по Максиму Кочемахе вам представляет, конечно, болельщике нет особого смысла. По стартовым номерам в команде «Мегалада» отсюда скоменданта Секамина не видно, но мне кажется, что кто-то из Ивановых точно есть. 12-й и 14-й номера. Иван Иванович, Даниил Иванович и Дмитрий Калицович. Роман Акименко занял полный подключение, а он взлетирует в заезде. И Даниил Иванович. Выбирает, выбирает всю эту траекторию, воспользовался Иванович Дмитрий, маленькой, заперзкой и выше 40-й. А он находил позицию. Иванов Иванович Дмитрий. И финишный, из чего пересекают первые многогонщики из Тольятти. Не сумел сохранить вторую позицию в этом заезде мастер спорта международного класса Роман Акименко. Воспользовался. Иван Иванович. Итак, я вижу Сушенков, Джокер, его черный комбинизон, и по четвертой дорожке Игорь Кононов. Игорь Конноров выжил на первую позицию и прикрывает у него премьера люка Игорь Конноров, Игорь Шишегов Игорь Конноров, Игорь Конноров, Игорь Шишегов На точительном расстоянии Андрея Шишегов на парень по команде И последняя возможность для Юмира Бадеева Нет, Юмир Бадеев все-таки не смог опередить финишировавшего вторым Андрея Шишегова Итак, записываем в наши таблички В результате заезда первым на финише был Игорь Конноров, шестой стартовый номер, три очка Вторым финишировав мастер спорта международного класса Андрей Шишегов Игорь Шишегов Стасует позицию на заезди здраво Илья с четвертой дороги Стартует ли кто в команде регионального центра? Полошенчин или Хруков? Вот я дверью иду со второй коробки. Вы начнете. У меня красота, как вы видите, заезде. Треобразные звезды взяли гонщику Галашевкина в мотоспортилы. И Максим Боробовкин выходит на вторую. Максим Боробовкин вылетает из титула своего скопу на остановка заезда. Продолжение следует... ...правда... 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 ...девенера Артинин Старов... Денин Газиев, Каманди Саранск, Илья Галлианов, Клейтамаки, Илья Ульянов, Голоколицев, и Влад Клейтамаков. Сергей Макаров захватил лидерство. О, Галашекин. На заднем колесе, буквально сидит. Галашекин выходит на первую позицию в этом заезде. Не согласен Сергей Макаров в такой ситуации. Выбирает сзади радио. Сюда, сзади, сзади, сзади отсюда. Но Алия трассов отожидает. И вот Сергей Макаров, но радио вырывается вперед. За счет высокой линейной скорости, все-таки не удалось его на выходе из буража. Передико зацветил Галашекина. Андрей Галашекин, последний вираж. Восьмой вираж четырех кругов. Галашекин, Андрей, Сергей Макаров и только третий Илья Дроздов. Итак, заносим лаву. А после него я уже скажу правильные результаты шестого завета. Итак, четвертая дорожка Дмитрий. Калтаков. Видите, Калтаков чуть-чуть много откроется. Отвесок. Данилу Город. Первая дорожка. Данилу Город. Николай Красников. Вырвался бы лидеры заезда после первого виража. Дмитрий. Хаинцович Дмитрий отбивает от таки из 3 техлококола. Дмитрий, подготовка суббитца вторую позицию в этом заезде. Дмитрий. Одинские мотоконщики захватили самые выготные траектории на стройке. и сейчас контролирует ситуацию в Завилке. Но будет в этом месте разница, конечно же, Дмитрий Комицевич. Дмитрий Комицевич пытается по внутреннему радиусу по самой минимальной траектории только достать Дмитрия Калтакова, но это ему не удалось. И вот Дмитрий Калтаков и Николай Красников под наши аплодисменты поздравляют и друг друга. Уважаемые болельщики, битва титанов, вы посмотрите, что молодой юниор, еще в прошлом году Дмитрий Калтаков просто выиграл дуэль у двух опытных гонщиков с командой Мегалада. Это вообще вторую серию заедов. Встречаются команды Стилетамака, Чужегов, Андрей Коменов, Игорь и команда Сибирь, Педвейт и Слав, как сказал Михаил Павлович. Я слышал эти аватии даже здесь, в календарской кабине. Роман Акименко, Максим Качимаха. Против грозного дуэта Андрея Чужегов, а вот со второй дорожки он стартует, и Игорь Коменов. Ну же, болеем, блин, 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 блин. Поддерживаем. 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 Игорь Кононов заходил и увиделся в заезде на второй позиции Романа Кириленко, который отбивается от Шишекова, а Ангела Шишекова приходится отбиваться еще от Макса Качимаси. Игорь Кононов, Андрей Шишеков, Макса Качимаха. Макса Качимаха! Это такая ситуация, что вроде бы чуть-чуть Макса Качимаха достаточно прибавить, и он достанет Андрея Шишекова. Но, увы, не хватило кругов взаимодействия. Ну а потом нас ждет, наверное, и просто специальная поправка в протокол в результате заезда между командами Риуси и Тольятти. Макаров, Кириленко, уже изменилась ситуация заезда, что на пятый номер в команде это Юниор Базеев. Городовкин на второй позиции, но... Рядом с ним Максим Корпухин. Городовкин на второй столице и третьей позиции заняли они... А впереди... Сухар Тудалемер Юниер Бадеев. Ну вот смотрите, о чем мы говорили. Вот это и есть литовый степень, где мастерство гонщика может быть полностью продемонстрировано только лишь в том случае, когда его мотоцикл работает безупречно. Вот мне повезли, мы свидетели, завезда, между командами Северского фискальной 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 мегалады. Данила Валяшова и Дмитрий Михайлович в составе мегалады. Ну а, в 9-4, внимание, Голоскрытов, как вы, захватил лидерство в заезде. И сейчас, кто, Данила Ивановская, всего просился, уже погоню за ним. Да, Данила Иванов, Голоскрытов уже на второй позиции, но рядышком-рядышком еще и Дмитрий Михайлович. Это самансная конка здесь. Здесь татика взаимодействия гонщиков решает много. Вот смотри, как видите, Холисович, чтобы ты шумел чуть-чуть напугать. Непонятно, что происходит на третий. Абсолютно не помил я. Что ли забыл, сколько кругов надо ехать, что ли еще что-то. Но, как напугал он даже и судей на вираже сейчас. Битва нашей команды против Великого Красникова и Дмитрия Колтакова. В прошлом году Максим Корчимаков и Дмитрий Колтаков как раз-таки боролись за чемпионское звание среди молодежи. Дмитрий Михайлович и Дмитрий Колтакова и Дмитрий Колтакова и Дмитрий Колтакова. Ну, надо же такому. И вновь не ведет, и вновь не ведет новосибирским гонщикам. Не трогаем гонщиков, уважаемые судьи, помощники. Срочно скорую. Время гонщиков, уважаемые судьи. На старте старцев идей Юрия Киренина по студийским корпусом главного и его заместителя Игоревиченко и Дмитрий Колтакова. И все готово к доеху. Здравствуйте, что такое? Роман Итименко. С максимально возможным вариантом пока едут почти на трассе, но, наверное, не так же. Ну, напоминаем, это технический экспорт и очень калады. Калады. Красников. Калады. Атименко. Отправляются на заключительный четвертый круг. Красников. Калады. Итоговый протокол Николай Красников Готов поаплодируй, что ты хорошую, добрую листья нам сообщил Готов поаплодируй, что ты хорошую, добрую листья Готов поаплодируй и вновь падение Готов поаплодируй и вновь падение Камень-Суральские водогонщики проезжают Юнир Базеев На льду поднимается Юнир Базеев Ничего не надо от судейской бригады А вот на отказ, уважаемые болельщики, аплодисменты Юниру Базееву Чемпионов, кстати, мира в составе сборной команды России Уважаемые болельщики, вот на самом деле Последний раз мы столько падений видели на молодежном чемпионате России в финале Камень-Суральские водогонщики Все-таки продаем, которые принимают решение всех кончиков запустить к заезду Это нам, для любителям, пообщаться в интернет-пространстве На сайтах Макатурна будет стоять тысяча для разрушений Но, на самом деле, мудрое решение главного судьи Юнир Базеев Чувствует себя нормально Поэтому Роджика В перезагрузии Немножко на металл Ясно-суральские водогонщики Так Юнир Базеев 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 Санкт-Петербург от лидеров этого заезда. Вот заезд, можно сказать, чемпионский заезд Башкирии. Комонов, Чешегов, Красников и Казахов. Николай Красников на выходе из виража. Шишегова. Комонов, Чешегов. Андрюша, присядь, присядь, Андрюша. Медики. Мотоцикл Игоря Кланова, но, тем не менее, в состоянии. Аплодисменты, аплодисменты Андрею Шишегову. Чемпион Европы нынешнего года Андрей Шишегов, номер 5, стартовый, и Игорь Комонов. Его напарник по команде отправляется в закрытый парк. Но сейчас главный судья вновь смотрит ситуацию, возникшую на дорожке. И я думаю, что сейчас вот зрители, которые находятся на трибуне выхода второго виража, тоже, наверное, принимают такое обсуждение по ситуации. Кто же там был? Прав, Шишегов или Красников? Все-таки сумел в последний момент на выходе из виража Николай Красников опередить. Итак, Андрей Шишегов. Встречер. Комонов. Ну вот, чувствуется, что мотоцикл пострадал, все-таки, у Андрея Шишегова. Заход в отчаянию. Вольду навязывает Игорь Егор Кононову. Сохраняет, сохраняет двигающую позицию Игоря Кононов в этом доезде. Пытается теперь по внешнему радиусу, около такой плиты, надать стоп. И отставать по внешнему радиусу. Нет внутрь, не получается, подбрасывает его мотоцикл. Предпоследний круг. Завершается и кончик отрывается. У нас замечательный четвертый круг этого напряженнейшего доезда. Колтаков или Игорь Кононов? Кононов или Колтаков? Игорь Кононов или Колтаков? Игорь Кононов. В последний момент все-таки Игорь Кононов сумел, сумел сохранить равновесие. Сумел справиться уже с достаточно послепанной дорожкой ледового овала Новосибирского мотодрома. И заслуживает аплодисменты. Игорь Кононов, победитель очного доезда команд Уфы из Телетонака. Заметливаем свои таблички. Результат заключительным 17-м и 20-м доезда. Так. Только потому, что в этой реке Марсим Дороговский на четвертой дорожке встречаются команды Подмосковья. И чемпионы, действующие чемпионы России, команда Мегавада. Барабоскин Макаров. Чемпионер дорожки Максим Барабоскин. Чемпион Макаров, вторая дорожка. И вот одинаково. Только по мелочам можно различить мотоциклы. И университетов Макаров. Даниил Иванов и Дмитрий Хомецович. Захватывание на линдишко. Лёд. Лёд. Уже становится дохватывание. 14-13. Оперевент нарезирует Даниил и Дмитрий. Даниил Иванов все-таки выбирает дальний, менее известный чипами торёк. Внешний мираж. Это буквально облизывает защитные мистители от рождения. Но, тем не менее, кончики Тольятти оторвались очень на почтенном расстоянии. Даниил Иванов и Дмитрий Хомецович. Дмитрий Хомецевич. Даниил Иванов и Дмитрий Хомецович. Даниил Иванов и Дмитрий Хомецович. Данил и Дмитрий Хомецович. Дар Fluke… Данил Семири Хомецович. Эта морская команда. Прикрывает он своего нападника. Не дает атаковать Роману Артеменко ни с теми, ни с теми позиций на бираже. Итак, четыре круга уже позади. Финишировал первый девятый стартовый номер команды Алискуральска, Даниил Калашевикин. Три очка и два птица, два очка, одиннадцать сантиметров, вот такой номер получается перед этим заводом. Так, это фальстарта сделал, похоже на кольте ленточки. Ленточки, но не чемпионские, на третьем номере, на Максиме Карпухине. Стату 16-го заезда. Находим только со ста команды Таранска. Карпухина, скидывание, дармитрий, дармитрий, дармитрий. Карпухин и... Карпухина, скидывание, дармитрий, 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 дармитрий. Кроме того, это личный заезд, но видно, что это, продазывающая тактика команды Ежи. Не выступают люди колтаков не найдут, даже те, кто немножко заходят от такой манеры Ежи. Дальше именно этих лодчиков Николай Красников и Толкоклев. Выходит за заключительный восьмой вираж, проходит его и финиширует максимально возможным результатом для своей команды. Ну а третьим на финише был по третьим стартовым номером Максим Карпухин. Итак, записываем свои... А вот мы видим, что... Чуще говоря, нет... Богданов... Николай Богданов... В черной дорожке стартовать красные начальники... И... Данил Иванов ведут в борьбу за первую позицию. Данил Иванов... Данил Иванов... Завимки Иванов... Савданов... И... Желтого начальники Холисович... Дальше на первый момент Дмитрий Холисович... Ведет в отчаянную борьбу с Николаем Богдановым... И... Выходит... Вперед... На основном из виража... Третьего... Ива... Иванов Данил... Иванов Данил... Кононов Игорь... Дмитрий Холисович... И... Михаил Богданов... Завершающий круг... Признающийся... Заезд... Номер 17... Завершён... Горь... Идиот.... Итак... Снова... Завершаем... Удастся... Удастся... Внимание... Завершаем... Пальца отобщей... И вновь... Штатова машина... Задает сбой... Сейчас, наверное, будет проверка, проверка работы с такими машинами. Макаров и Абрама Накименко. Отследованы Максим Бородовский. Сергей Макаров выбирает птички, которые останавливаются на внешнем радиусе. А вот мы с Бородовским пытаемся полную длинную радиусу атаковать Романа Накименко. Роман Накименко в последнем радиусе сохраняет практически самую. Но в то же время чувствует сзади дыханием Макка Бородовского. Сергей Макаров, метров 15, отдавался уже от его представителей. Роман Накименко идет отчаянной борьбы. В то же время навязывает отчаянную борьбу Макс Бородовский. Роман Накименко. Итак, завершающий восьмой вираж, последний вираж. Роман Накименко или Макс Бородовский. Все-таки Макс Бородовский опережает на выходе из виража новосибирского гонщика Романа Накименко и финишеры вторым. И так именно на дерево. Ну и это тоже следовало виража, так? А вот смотрите, навязал борьбу. Сразу звучит на перерыве с капли номера Андрей Гавилкин. Ну и это было только в первом вираже и на выходе на прямую. А сейчас уже гонщики-чегиальные действия и прошлое сезона. Гонщики-тореки восстановили капли номера. Данил Иванов на первом позиции в этом заезде. Следом за ним Дмитрий Ковицевич. Это уже и Дмитрий Ковицевич. Все начнутся на лидирующих позициях. И так можно сказать, как переменно они лидируют в этом заезде. Но самое главное они сделали. В копилку своей команды они приносят максимальное количество очков. За Дмитрий Ковицевич. Три очка. Два очка Даниил Иванов. Включается команда Север Итамака и команда Танис Кураско. Три очка Даниил Иванов. А вот Андрей Сушёков. С четвертой дорожки. Игорь Ковынов. Михаил Пахалов. И следом за ними два кончика Ковицера. Самый старший Девятый и десятый статус номера Занил Калашевчин и Илья Бросов Богданова Богданова присутствует, как я сказал Илья Бросанова Калашевчин Михаил Богданов Это второй его выезд С сегодняшним соревнователем Дне на трек И вновь Богдановича Зарид Калашевчин Он уже переместился на вторую позицию И тут забросился в атаку на Игоря Конова Самого Игоря Конова По ДНН Вот сейчас будем смотреть Это было на завершающей прямой у Галашевчина Данил Галашевчин Ну что, будет принять заезд в данном соревновании? Сам упал, сам За кого болеть ты, скажи? За кого болеть? За Россию Где нам? Калтапе Калтапе Продукт Сергея Макарова И Максима Катимахи А Боробошкина Калтапе Калтапе Уверенно возлагает заезд Ну а Сергей Макаров и Макс Барабовский Будут, казалось, проводим заезд Учащительный для себя, кроме того, чтобы еще раз приводиться к дорожке Завтра будет совсем другая спортивная борьба Завтра будут крутые результаты, показанные именно этими кончиками Мастерами легового овала Ну а спортсмены Башкатастана выходят на завершающий круг И Николай Красников, а через ПС и очка, защищенный крыльчный зачет Ну и, естественно, их команды тоже следом за ним финишировал Дмитрий Казаков Макаров Сергей Аточков, Малечков, Максим Барабовский Ну а сейчас подготовка дорожки, чистка дорожки Опыт против насырности И боюсь признаться, кому бы лично я отдал предпочтение Вот смотрите, кончики заняли позицию самую-самую выгодную Внутри виража с первой стороны, с второй дорожки Даниила Варас Игорь Конов, ну а он на колесе буквально, на колесе Ветит Даниил Иванов и по внутреннему радиусу по самой короткой дистанции И вот здесь ходит по себе на руках Даниил Иванов вперед И сразу же оттесняет гработо-тактически на дальний радиус Игоря Конов И сохраняет и наращивает до этого ледяную позицию Даниил Иванов и Игорь Конов Игорь Конов, ну а смотрите, конакция, что творит Нет, три круга практически позади И вот выход на прямую, он зависает еще в третьей машине Даниил Иванов Он дает расстояние почти нечем И Игорь Конов понимает, что только чудо может помочь ему, а вот так, в заезде Итак, уважаемые новосибирские болельщики Наши аплодисменты и победители этого заезда Вместе русского авторизионального класса Даниилу Иванову Мегавада Тольятти И таким образом Он может говорить, что первое место В сегодняшнем первом новосибирском этапе Звонюет команда Мегавада Тольятти Обладатель звуков Продолжение следует...